С сегодняшнего дня в Китае начал вещать русскоязычный телеканал. Все программы «Катюши», так называется совместный проект Первого канала и национального телевидения Китая, будут идти с китайскими субтитрами. Но многим жителям Поднебесной, которые увлечены изучением русского, титры не понадобятся. И это лишь один из тех многочисленных проектов, которые сейчас успешно развиваются и реализуются совместно Москвой и Пекином. Встречи в китайской столице, где в эти дни находится наша большая делегация, показали, насколько эффективно могут взаимодействовать Россия и Китай. Бывшие конкуренты во многих сферах. Сегодня мы становимся партнерами с огромным потенциалом. Репортаж Ильи Костина. Политических противоречий нет. Взаимовыгодное сотрудничество налицо. Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Дзиньпин во время встречи обсуждали и уже действующий проект экономического пояса «Шелкового пути» и расширение коридора возможностей в российско-китайских взаимоотношениях. Россия, как крупнейший сосед и стратегический партнер Китая, была и остается приоритетом нашей внешней политики. Уверен, что в современном динамично изменяющемся мире наши страны не упустят новые возможности, а наше сотрудничество приобретет новый облик. Сегодня в Пекине провели 22-ю встречу главправительств. Это хорошо работающий механизм, который покрывает практически все направления нашего сотрудничества. И, конечно, сопряжение взаимодействия в рамках концепции «Один пояс, один путь» и Евразийского экономического союза. Визит Дмитрия Медведева в Китай стал, по сути, презентацией масштабного стратегического альянса между Россией и КНР. В котором обе стороны разговаривают друг с другом на равных. Несмотря на трудности, которые испытывала мировая экономика, товарооборот в конечном счете не снизился, а вырос. За истекшие 8 месяцев практически больше, чем на треть. Это нас радует. Будем надеяться, что товарооборот и дальше будет расти в соответствии с теми представлениями, которые были сформированы некоторое время назад и выйдут на плановые величины. Напомню, что это величина в 100 миллиардов долларов, которая, на мой взгляд, также не является пределом. Наиболее перспективным регионом для новых проектов мы считаем Дальний Восток. И хотели бы нарастить свое присутствие в этом регионе. Мы готовы содействовать его развитию. А потому планируем увеличить инвестиции на этом направлении. И по итогам этого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 36,5%, приблизившись к отметке в 46 миллиардов долларов. И этот рекордный рост, очевидно, уже не может быть результатом только прежней концепции российских углеводородов в обмен на китайские кредиты. Развитие кооперации в высокотехнологичных областях – это уже не только декларация о намерениях, но и реальные проекты. В промышленности, транспорте, в области коммуникаций и космосе. Кстати, что касается последнего в этой сфере, Россия и Китай долгое время были друг для друга не самыми удобными партнерами, а порой и конкурентами. Обе державы обладают собственными ракетами и космодромами, создают свои спутники. И вот подписание программы сотрудничества в космосе на ближайшую пятилетку. В последние годы российские и китайские энергокомпании неоднократно объявляли о масштабных проектах, результатом которых стали долгосрочные контракты по поставкам нефти и газа. Задача построения Энергоальянса по-прежнему актуальна. В ближайшее время будет запущена первая очередь завода «Ямал-СПГ». Первые поставки газа по восточной ветке газопровода «Сила Сибири» намечены уже на конец 2019 года. Еще одна тема – финансы. Журналистка китайского агентства «Синьхуа» спросила Дмитрия Медведева, справедлива ли, по его мнению, гегемония доллара на мировых рынках. Не должно быть доминирования какой-либо одной валюты, потому что в этом случае мы все становимся заложниками состояния дел в экономике страны, которая имитирует эту валюту. Мы договариваемся о том, чтобы использовать наши национальные платежные средства, то есть рубль и юань, во взаимных расчетах. В настоящий момент обсуждаются вопросы того, чтобы карта «Мир» была связана с китайскими платежными инструментами. Успешно завершился сегодня и крупный гуманитарный проект. В Доме народных собраний состоялось торжественное подведение итогов перекрестных годов сотрудничества России и Китая в области СМИ. Одним из важнейших результатов партнерства стал запуск первого русскоязычного телеканала с китайскими субтитрами «Катюша». Совместный проект Первого канала и Центрального телевидения Китая. Соглашение было подписано в июле по итогам визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Есть, безусловно, значительный интерес у массовой аудитории к всему русскому. Большая часть молодых китайцев, для которых Россия – это что-то новое. Но у них тоже есть неподдельный растущий интерес к России, российским продуктам, к российскому телевидению в частности. В московском офисе телеканала «Катюша» этого момента очень ждали. Теперь жителям КНР будут доступны лучшие культурные, познавательные, просветительские программы Первого канала, а также золотая коллекция советского и российского кинематографа. Бизнесмены наверняка оценят и рекламные возможности, которые открывает новый телеканал на китайском рынке. Полтора миллиарда потенциальных зрителей, солидная аудитория. «Катюша» из России для Китая. С любовью. Илья Костин, Роман Хроленко, Марина Чайка, Владимир Ржевский, Антон Чуковский. Первый канал.